Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. О проделанной работе за отчётный период доложили руководители структурных подразделений, начальники силовых ведомств, а также представители экстренных служб. На встречи побывала наша съемочная группа. Более 1700 обращений поступило на прошлой неделе в Люберецкую полицию. На территории обслуживания ведомства зарегистрировано 310 происшествий. Совершено 28 преступлений. 13 краж, 3 из них 3 квартирные, 10 стены, 7 фактов мошенничества и 10 фактов изъятия наркотических средств. Дорожно-транспортное происшествие 218, пострадало лиц 4, погибших нет. На счету у сотрудников Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона 45 выездов по сигналу тревоги. В шести случаях пришлось бороться с огнём. Четыре пожара произошло на территории городского округа Люберцы. Все происшествия обошлись без жертв и пострадавших. 11 декабря в 11 часов 22 минуты Малахово-Кабыковское шоссе у дома 5. По данному адресу обгорел автомобиль, а именно моторный отсек по всей площади. Пострадавших нет. Также 11 декабря в 16 часов 12 минут по адресу город Люберцы, улица Юности, дом 7. В данном многоэтажном доме в одной из квартир обгорел электроскейт. В коридоре квартиры по всей площади пострадавших нет. Ресурсоснабжающим организациям пришлось устранять в нештатной ситуации на сетях теплоснабжения. Сбои произошли на улице 3-е почтовое отделение, а также в посёлке Мирный. Была зафиксирована в час 00 остановка Котельный. По теплоснабжению, по горячему водоснабжению. Было отключение девятимных квартирных домов школы детского сада. По управлению ЖКХ совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей компании «Самолётресурс» был проведён комиссионное обследование. В 17.00 котельная была запущена и вышла на рабочую температуру. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, представители службы 112 и регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Также на оперативном совещании ознакомились с ситуацией, связанной с COVID-19. На данный момент в стационарных отделениях находится 221 пациент, а на домашнем лечении более 5000 человек.